Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – летние инвестиционные идеи. Слово «летние» я бы подчеркнул. Оно будет ключевым, потому что сосредоточимся именно на летних идеях. С точки зрения, будут ли они инвестиционные, спекулятивные или какие-то другие, я, собственно, не настаиваю. Поскольку, еще раз повторю, погода хорошая, летние настроения, наверное, и на рынке это как-то должно сказываться. Итак, обсуждаем мы сегодня летние инвестиционные идеи. У меня в гостях Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ Капитал». Добрый день, Дмитрий. Добрый. И в гостях Богдан Зварич, независимый эксперт. Добрый день, Богдан. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510… Забыл, вот как летние инвестиционные идеи. Прочту сейчас. 639-0099. Телефон студии 6510-99, ключевая фраза 99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственным мнением на заявленную тему, ну и не только на нее. И начиная эфир, давайте мы посмотрим, что происходит сейчас в моменте на финансовых рынках. 1506 в Москве. Итак, картина маслом. Вчерашнее закрытие американских площадок. Неожиданно, неожиданно на отрицательной территории. Не шибко, но тем не менее. Доу Джонс 0,2 в минусе. NASDAQ также и 0,3 S&P 500. Хотя стоял практически уже на пробое исторических максимумов. Ждали, ждали. Не дождались. Ну да ладно. Так, далее смотрим на Азию. Она разнонаправлена. Чуть-чуть выше ватерлинии Nikkei. Одну десятую прибавил. И на процент рухнул. Ну, хорошо. Упал Shanghai Composite. Европа сегодня в легком минусе. Ну, в лице FTSE 100, индикатора британского рынка. 0,02% он теряет в моменте. Ну, а у нас на рынке оптимизм, что радует, наверное, в связи с летними идеями. РТС в плюсе на 0,4%, 1375 и половина процента прибавляет ММВБ, 1417. Рубль укрепляется, ну или как минимум относительно стабилен, ниже 32,50. Держится он. Далее смотрим на сырье и на Forex. Стабильность также, наверное, можно отметить на рынке нефти. 107,70 бренд, LightSuite чуть ниже 105,5. Золото, узкий диапазон в моменте 1285 за унцию. И евро-доллар немножко воспрял духом. От 1,30 отскочил, 1,3050 его текущая котировка. Голубые фишки сегодня в нашем наборе, по крайней мере, выглядят более-менее позитивны. И, Богдан, видимо, для тебя прежде всего, Газпром прибавляет сегодня уже 2,65. И стоит 128 рублей за бумагу. Помимо этого, хорошо себя чувствует Северсталь. Обычка 1,5% в плюсе. Русгидро. Ростелеком почти по проценту. Сбербанк 0,2%. ВТБ в нуле. Вот сейчас информацию обновил. И 0,00. 0,04,7 копейки стоит бумажка. Значит, хуже рынок сегодня выглядит НЛМК и МТС. 0,1% в минусе. Все остальное вроде более-менее. Ну что ж, давайте начнем обсуждение. Собственно, Богдан, с тебя и начнем. Ну, поскольку, да, за эфиром я для слушателей приоткрою. Обсуждали мы недавние предсказания. Слово не обижает никого, я надеюсь. Прогнозы. Прогнозы. Ба. Вот, это правильно. Спасибо, Дим. Недавние прогнозы господина Зварича по поводу акций Газпрома. И надо отметить его профессионализм. Я сейчас говорю об этом абсолютно серьезно. Его профессионализм, потому что практически прогноз его оправдался. Ну, в недоход. Всегда это бывает в недоход. Кто-то сегодня сетовал, что Богдан обещал 103 рубля. А было 108. Ну, бог мой. Плюс-минус 5 рублей. Погоды не делал. 106,5. 106, да. Да, да, да. Вот, тем более еще ниже. 3 рубля там уже. Об этом, Рай, стоит говорить. Ну, на самом деле, прогноз-то не недавний. Он был там где-то в районе зимой. Полгода назад. Все в феврале-феврале-марте месяце. Газпром тогда где-то ходил в районе как раз. 130-140. Совершенно верно. Действительно, я сначала сказал 103 рубля, потом по правил сказал 100-110. Ну, потому что, на самом деле... Кстати, это правильно. Для того, чтобы вот такие вот злыдни потом, да, не вспоминали, не хватали заслова, понимаешь? Лучше диапазончик какой-то более-менее приемлемый. Ну, вот. Нет, Газпром, конечно, сейчас себя чувствует достаточно неплохо. И сегодня важный день для Газпрома. Почему? Первые сигналы для краткосрочников на рост появились как раз где-то в начале июля месяца. Даже скажу сейчас, где-то дни смотрю, да. График 4-го числа, 4-го июля. Был пробит тренд от майских максимумов. Нисходящий. Да, нисходящий тренд. И здесь Газпром пошел. Сейчас он дошел до еще своего более давнего тренда, который берет свое начало от марта 2012 года. Тоже нисходящий. Да, тоже нисходящий. Соответственно, вместе с уровнем 126 рублей, здесь двойное сопротивление. Сейчас его Газпром как раз пытается пробить. Если сможет, это станет поводом для дальнейшего роста. Но я немножко хочу огородить. Опять же, сегодня, когда мне припомнили 103, я сказал, что... А вот не факт, что еще... Я думаю, что мы еще увидим 103. Потому что это первый тренд. А у Газпрома нисходящих трендов еще два. Еще один проходит в районе 135 рублей, а второй проходит в районе 143. Соответственно, давность трендов увеличивается. Тот, который в районе 135, он берет начало в марте 2011 года. То есть, да, это говорит о силе, в кавычках, Газпрома. То, что трендов вниз достаточно много. Это говорит о силе тренда, наверное. Рост по большей части, на мой взгляд, вызван все-таки закрытием коротких позиций. И вот мы тоже, в принципе, перед эфиром обсуждали, что сейчас, возможно, вот этот рост, то, что мы наконец-то в кои-то веке начали чувствовать себя чуть лучше, чем внешние площадки, да. Оно скорее связано с тем, что именно с закрытием коротких позиций. Во-первых, достаточно был длинный нисходящий тренд. Желание зафиксировать прибыль есть. Плюс Бен Бернанке последний раз подпортил медведям настроение. А учитывая то, что сегодня сложилась такая очень интересная картина. Во-первых, американцы по своими годовыми максимумами. Во-вторых, сегодня в 6 часов выступает Бен Бернанке. — Богдан, подожди, ты давай все в кучу опять-то навалил. Не надо. Про «Газпром» поговорили все. Отчитался, по крайней мере. Несмотря на то, что сейчас происходит рост. Вот я еще раз, если позволишь, да, резюмирую мнение Богдана. Этот рост, скорее всего, закрытие шартов. Но, тем не менее, еще не вечер, потому что опять встречает «Газпром» своим ростом сильные сопротивления. И 103 вполне возможно. — Я продолжаю считать, что все-таки текущий рост — это все-таки еще, наверное, отскок. О таком серьезном, долгосрочном росте здесь пока говорить совершенно не приходит. — Я понял. Дим, тебе вопрос. Пока мы, так сказать, макроэкономикой не стали. — Просминались на «Газпром». — Тебе вопрос. Ну, давай так. В целом, картина российского рынка, она как-то оптимизм тебе какой-то навевает? Летний или, может быть, не летний, а осенний оптимизм? Тоже такой хороший. — У меня диссонанс последние полгода между тем, что я вижу по России и между тем, что я вижу по США. Потому что вот если бы не это гигантское расхождение, раскорреляция, то да, навевало бы. У нас и техника более-менее неплохая, по крайней мере, не медвежья техника на России. У нас и фундамент, который сложно понять, какой он. Потому что если мы смотрим макроэкономические данные, то мы видим торможение. Если мы при этом смотрим на инфляцию, мы, собственно говоря, тоже видим торможение. Ожидаем еще большего торможения, по крайней мере, если верить словесным интервенциям. При этом ЦБ проводит очень изящный прием по... Ну, это фактически куе в России, да? Когда мы не трогаем ставку, потому что ставка — это таргетирование, опять же, инфляции. Но зато мы даем, как бы, знаете, такая ситуация, как бы деньги дешевле не будут, но денег будет гораздо больше. И это для банков, конечно, в текущей ситуации очень хорошо. Тем более, что расширяется, значительно расширяется спектр инструментов залоговых. И это, учитывая проблемы с ожидаемым и уже начавшимся ростом объемов создания резервов, конечно, это очень здорово. Особенно для рынка фикс-тинга. Поэтому вроде бы по России даже все нормально. И если не три фактора, да, первый фактор — это возможные, в любой момент возможные проблемы на китайском внутреннем долговом рынке, которые, естественно, будут сразу транслироваться и на финансовые рынки, и на сырьевые рынки. Это более поздняя, это уже осенняя-зимняя программа сворачивания куе, потому что в любом случае ее начало, скорее всего, будет негатив. А остальное продолжим после этого. А третье мы уже заинтригуем. И сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универкапитал» и Богдан Зварич, независимый эксперт. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Ну и замечательное название, на мой взгляд, такое очень легкое, очень, я бы сказал, актуальное. Мы ищем летние инвестиционные идеи. Летние. Мы на третьем пункте остановились. Не, подожди, я напомню на всякий случай еще раз, да, если будет желание позвонить или написать, давайте, 6510-99,6, код Москвы-495, это телефон прямого эфира и сайт компании «Финам.ФМ». Все, ну и продолжим теперь, Дим, да, значит, три фактора, три карты. Значит, первые две ты обозвал уже, Китай, Куэ-3. Да, и третье это выборы в Германии. Я, кстати, записываю все. Вот потом осенью, уже зимой соберемся, да, разберем. Это не «Газпром» по 103 рубля, это вещи уже более серьезные. К сожалению, все эти три фактора не только неконтролируемы, но, грубо говоря, один из них вообще непредсказуемый. Это Китай, по Германии, ну, грубо говоря, это будет как-то медленно развиваться, да, но фактор уже реального сворачивания Куэ, он вроде бы всегда заложен в ценах, но по факту мы видим, что реакция рынков бывает совершенно непредсказуемой на одни, вернее, не то, что непредсказуемой, а противоположной на весьма сходные заявления со стороны Бен Бернанки или регулятора назовем шире, и мы не знаем, на каком фоне будет это происходить, реальное сворачивание осенью, да, поэтому здесь опять же может быть совершенно разная реакция. Вчера, вот, если обратиться к тому, что мы видели вчера, статистика по США, растущая инфляция, пускай не сильно, но тем не менее растущая. Да, и выше ожиданий, главное, что на уровне ожиданий промпроизводства и сразу же остановка роста, да, при том, что обещали, денег будет. Поэтому, учитывая, что Соединенные Штаты действительно на исторических хаях картина по ним, технически картина по ним медвежия, и в какой-то степени она даже напоминает, если посмотреть недельные графики формирования сходных кластеров, какие формировались в 2000 году, в 2008 году, ну, в 2007-2008. Рано пока делать какие-то выводы, это просто хороший повод задуматься. Извини, ты под кластерами модели графического анализа имеешься? Да, да, да. Ну, то есть двойная вершина традиционная. Да, двойная вершина медвежьей дивергенции, грубо говоря, основной. По МАКТ, по РСА интересные формируются фигуры. Поэтому вот сочетание того, что у нас вроде все в России хорошо и очень большой разрыв и с Соединенными Штатами, и с Германией тоже самое, если посмотреть динамику индекса. А у них-то при этом все, грубо говоря, подходит к потолку и не видно, на чем расти дальше. Понимаете? Если они проходят какой-то кризис в Европе, например, да, и четвертый квартал, Испания в нулях, да, там, Германия плюс 0,7, Франция плюс 0,2, как-то вот так. Тогда, безусловно, мы увидим очень хороший рост. Но сейчас делать какие-то прогнозы об этом, это бросание монетки, по сути. Поэтому здесь и возникает основная проблема для меня. Я рассказываю свой взгляд и, условно говоря, в чем я, например, сижу, какие у меня инвестиции личные, это большая доля металлургов, большая доля электроэнергетики. И я при этом отчетливо понимаю, что это очень рискованная ставка, потому что, да, уровни очень низкие, но хотя бы один из трех факторов с работой, да, которую я перечислил, и металлургия будет еще на 30% ниже и неизвестно на сколько, да. Мы видим, что сталь на уровнях, которые вряд ли кто-то помнит из тех, кто торгует там раньше, чем... Десятый год. Ну, грубо говоря, да, 10 лет назад сталь стоила дороже, да, и при этом мы видим, что это не предел падения, и мы видим, какие объемы производства, да, и даже при том, что какие объемы закрытия мощностей, мы все равно понимаем, что можно быть и еще сворачиванием производства мощностей, и при этом еще будет падение по цене. То есть, к сожалению, по некоторым секторам нашим совершенно нельзя говорить о том, что достигнуто дно, фундаментально. При этом, естественно, что внутренняя денежная политика, в том числе политика ЦБ, особенно если мы увидим снижение ставки, конечно, будет способствовать прежде всего умеренному подъему в котировках и экспортеров, и сильно загруженных долгами компаний. Естественно, металлурги здесь попадают очень хорошо. Но внешние риски гораздо важнее, и это надо просто понимать. Я понял. Дима, спасибо. Давайте к внешним рискам. Богдан, твой выход. Вернемся к сегодняшнему событию, потому что, опять-таки, как уж набило оскомину нам с вами это, и, может быть, по ушам тоже не очень приятно. Но мы ездим нашим слушателям, я имею в виду. Но мы вынуждены это говорить, потому что это вот те самые события, на которые смотрит рынок. Сегодня выступает господин Бернанки, и вновь мы будем в очередной раз, открыв рот, будем ловить его какие-то посылы виртуальные. Ну, собственно говоря, последний подобный посыл мы получили 11-го числа, когда, собственно, уже даже после закрытия американских рынков вышел Бен Бернанки. Сказал, примерно все то же самое, немножко изменив формулировки, за ночь взлетел фьюч на S&P, ну и, соответственно, после этого мы очень хорошо начали расти. — Кстати, вот именно с тех пор мы и ем сейчас, практически без остановки. — Да, практически без остановки, идет подъем. Но, на самом деле, перед этим у нас слив был тоже связан с выступлением Бернанки. И как отреагирует рынок на то, что он скажет сегодня, совершенно непонятно. А он такой некий кукол, который водит рынки туда-сюда. И не удивлюсь, если вдруг мы сегодня услышим от него более жесткие формулировки, переход несколько в ястребиную часть из глубины, и это может вызвать, конечно, продажи. И тогда как раз нарисуется та самая двойная вершина по индексу S&P. Либо второй вариант. И, по-моему, вы меня остановили, когда я говорил, что рост на закрытии шортов есть. Я думаю, что у игроков есть некоторое опасение, что на текущий момент американский Федрезерв попробует словесными интервенциями в выступлениях Бен Бернанки и своих представителей все-таки держать рынок в фазе роста. При этом, соответственно, будет пробит максимум, и американцы попытаются улететь на новые достаточно серьезные вершины. Ну, выше 1700 уже, как минимум. Ну, и вот на опасениях этого идет закрытие коротких позиций на вот таком достаточно серьезном, хорошем снижении, которое мы видели на нашем рынке. И именно поэтому наш рынок на текущий момент выглядит чуть лучше своих западных коллег. Потому что все предыдущее время, начиная, я не знаю, ну, наверное, с конца 2011-го, начала 2012-го года мы выглядели хуже западных площадок. С августа 2011-го года, с сентября. Мы выглядели хуже, и вдруг мы выглядим лучше. На мой взгляд, это вот, опять же, закрытие коротких позиций на опасениях того, что словесные интервенции Федрезерва выкинут амеров на новые максимумы, и, соответственно, пойдут по некоторой покупке точечной в Emerging Markets. Потому что сейчас в развивающейся рынке заводить деньги пока никто не решается. Но если будет дан знак, что, ребята, сворачивание куе вы можете совсем не бояться до середины, например, следующего года, то я думаю, что Emerging Markets будет достаточно интересным активом, и он может в течение вот этого, ну, не года, допустим, там, в течение полугода демонстрировать очень неплохой динамик, потому что все, в принципе, Emerging Markets смотрелись в последнее время хуже развитых рынков за счет, и потому что это рынки низкой ликвидности, во-вторых, это рынки высоких рисков, и инвесторы предпочитали держать свои деньги в активах менее рискованных. А тут, если Бен скажет, ребята, еще год у вас есть. Я думаю, что в этом случае мы можем увидеть поток денег и на российский рынок в том числе. — Я понял. Спасибо, Богдан. Я, кстати, посмотрел сейчас, смотрю, точнее, на дневной график РТС, и буквально вот пять, начиная с 11 июля, да, с публикации протоколов, пять торговых сессий, и вот у нас пять белых свечек. — Да. — То есть мы растем с уровня где-то 1280 по РТС, и вот сейчас в моменте 1373, это 100 пунктов. — Не, ну, 1280 у нас было в середине июня, а в июле мы были на 1330. А, нет, прошу прощения, я смотрю, сам смотрю индекс ММВБ, да. — Да-да-да. — Так вот, возвращаясь к пресловутому протоколу, ну и даже скорее возвращаясь к расстановке сил, насколько я помню, там уже три даже взгляда на дальнейшие перспективы кое-три. Первый, самая ястребиная точка зрения, я не помню фамилии, к сожалению, сейчас, но есть часть голосующих, да, глав региональных банков, которые говорят, надо срочно, вот прямо сейчас, начиная с завтрашнего дня, все сразу свернуть и все. И все будет хорошо. Другие, да, значит, говорят о перспективе сворачивания, ну, до конца года как минимум. А третьи, и в том числе господин Бернанке, кстати, вот он, видимо, в меньшинстве уже оказывается, что ли, они говорят, давайте до 14-го еще попечатаем. Дим, ну, понятно, что, да, если брать крайний правый взгляд, я уж не знаю, с какой стороны там они сидят, крайний правый, крайний левый, то реакцию рынка можно, наверное, да, предугадать, потому что здесь сразу все в доллар, здесь сразу все из доллара. А ежели все-таки вот этот компромисс здорово будет найден, мы вообще никакой реакции можем не увидеть, как ты думаешь? В принципе, да. В принципе, да, просто потому что уже, с одной стороны, устали метаться, с другой стороны, понимаете как, нельзя. Я не могу сейчас сказать, никто не может сказать, что такое средний вариант, потому что он будет определяться ситуацией с промпроизводством, с деловой активностью, со сферой услуг в Соединенных Штатах, да, и какая будет безработица на этот момент, сказать, нереально. Это будет, ну, уже очевидно, да, не раньше, чем середина, середина четвертого квартала, где-то октябрь-ноябрь, да, вот это все будет происходить. Учитывая, что до этого ФРС неоднократно обозначала различные сроки по завершению КУЕ, да, и то их отодвигало вперед, то их сдвигало. Вот и сейчас мы находимся в цикле сдвижки сроков назад. При этом сама по себе, даже если вспомнить прошлый год, да, озвучивание КУЕ, привело к тому, что был вынос, и на следующий день пошел внос. Очень хороший вынос, который у нас выродился в совершенно жуткое падение, да. Поэтому я считаю, что уже во многом ситуация раскачана, какого-то резкого движения, скорее всего, не произойдет. По крайней мере, если мы говорим о долговом рынке, на доходностях сильно, вот если все будет как-то идти без существенных изменений, немного будет расти инфляция. Сильно на доходностях это не скажется за рубежом. Соответственно, на релокации интереса между активами и между регионами это тоже не скажется. А значит, что и по России, например, не будет какого-то сильного притока, сильного оттока. Но то, что заведомо это может начать, это может стать таким началом к долговременному, наверное, снижению интереса к рисковым активам. Да, потому что все равно все сделают ставку в голове на то, что будут расти доходности. А это, значит, понадобятся другие инструменты. Совершенно верно. Кстати, в разговоре о доходности, первую очередь, наверное, трижеря надо вспомнить, американские. И вот последние 11 июля выступления сразу уже подбросило их выше 2,5%. Сейчас они немножко корректируются. И где-то я видел уже, значит, если события будут складываться так, что доходности будут продолжать расти, и уже выше 3% там с небольшим уже кто-то предсказывает. И еще надо отметить как раз, что в этом случае растет спред между доходностями, ну, бейтманков так называемых, трижерей десятилеток американских и германских бумаг. И в таком случае тут как бы вариантов нет. Евро-доллар вниз, доллар растет, естественно, все остальное падает. Ну, да ладно, поживем-увидим. Сейчас у нас еще одна пауза, в которую мы с удовольствием послушаем с вами, как всегда, новости на Финам.ФМ. Ну, а после этого вернемся в студию и продолжим в поиск летних инвестиционных идей. Итак, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию и ищем летние инвестиционные идеи. В студии «Сухого остатка» Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универкапитал» и Богдан Зварич, независимый эксперт. Ну, давай, да, собственно, по поводу Германии вы сейчас как раз заговорили там о долговом рынке. Я немножко, это самое, вернусь к названию программы, да. На мой взгляд, мы же говорим по большей части все-таки о России, да, и о идеях на российском рынке. На мой взгляд, инвестиционных идей на российском рынке нет уже очень давно. У нас рынок исключительно спекулятивный, вот, и здесь можно искать только именно спекулятивные какие-то идеи. Извини, не в смысле спора с тобой ожесточенного, но я хотел напомнить, по-моему, позавчера был Леш Павлов из «Открытия», вот, и мне очень понравилось, он тезисы предлагал, он говорит, российский рынок — это рынок идеи. Ну, звучит-то, да, неплохо, рынок идеи. Потом я говорю, ну, расшифрую, что это значит? Это значит, надо покопаться, чтобы что-то найти над эту идею где-то там обнаружить, да, может быть, где-то глубоко, там, в третьем эшелоне, потом рассказать ее другим, потому что сам ее не вытянешь. Да-да-да, это точно. Что касается, да, мы затронули Германию, и, конечно, в предстоящие выборы в Германии, напомню, они будут 22 сентября этого года, в преддверии их, конечно, ЕЦБ будет сдержан в своих действиях. По одной простой причине, потому что Меркель сейчас потрясения на валютном рынке совершенно не нужны, и поэтому, ну, а ЕЦБ было бы неплохо, если бы Меркель осталась у руля Германии. Соответственно, здесь я думаю, что, скажем так, некая политическая воля будет сдерживать экономические стимулы, и до сентября мы вряд ли, вот до выборов мы вряд ли увидим какие-то серьезные шаги со стороны ЕЦБ по стимулированию европейской экономики. Багдан, хорошо, я допускаю, связь здесь закономерная, однозначно. А если мы увидим проблемы вновь на долговом рынке Европы, то есть что, они не будут решаться? Ну, во-первых, из, скажем так, из достаточно острой фазы проблемы на текущий момент вышли, думаю, пару-тройку месяцев Европа продержится, несмотря на все разговоры по поводу Греции, там разговоры по поводу Кипра, все это будет так тянуться, потому что Греция у нас уже тянется, по-моему, сколько там, два с половиной года. В десятом году все были уверены, что она выйдет из Еврозоны к сентябрю. Соответственно, три-то месяца они протянут. Я в этом уверен, к тому же, соответственно, Греции нет на открытом рынке. То есть основных проблемных стран, исключая, наверное, только Испания и Португалия у нас еще присутствуют на открытом рынке, они потерпят, если вдруг надо, потому что, учитывая то, что Германия всем дает деньги, они потерпят. Да, то есть выборы Германии в данном случае важнее, нежели что... Да, и они являются сдерживающим фактором для стимулирования европейской экономики. Что будет потом, очень интересно посмотреть, потому что стимулирование европейской экономики вызовет, соответственно, с одной стороны, будет хорошо, да, и спрос на европейскую валюту пойдет, потому что вроде как это должно поддержать европейскую экономику и вывести ее из той ситуации. С другой стороны, денег станет столько, что доллар начнет расти, а в результате роста доллара мы можем увидеть некоторые не очень приятные явления там на тех же самых финансовых рынках. В частности, мы можем увидеть и снижение цен на нефть, ну и не только нефть, а основные... Во всем. Да, во всем. Основные там металлы, нефть, энергоносители. Ну и, соответственно, это может повлиять, если на них будет, вернее, падение, падение. И, соответственно, падение, например, это может негативно сказаться на нашем рынке. Понятно. Ну давайте вернемся к нашему рынку, тем не менее, в поисках инвестиционных идей. Что мы могли бы интересного предложить слушателям, ну и друг другу? Дим, как ты считаешь? Или все-таки летняя идея, это вот то, что ты за эфиром предлагал, это рыбалка. Это на самом деле, да, рекомендация хорошая, постоять в стороне иногда, но это самая хорошая рекомендация в феврале всегда. Все продал, уехал, потом вернулся, купил и опять уехал. Действительно, работал в гораздо лучшее, чем все остальное. Конечно, конечно. Уже последние четыре года. Совершенно верно. И потом, извини, пожалуйста, всегда обманчиво вот это ощущение, что, ну вот, один раз купил и уехал, и вроде бы не наблюдаешь, и вроде бы, а если бы сидел каждый день, еще не дай бог, покупал и продавал, наверняка заработал бы в разы больше. А на факт-то получается совсем наоборот. Очень обманчивое впечатление у всех, у всех трейдеров особенно, у начинающих, да не только, что когда ты у монитора, ты что-то контролируешь. Ничего подобного. Это даже скорее наоборот. Наоборот, провоцирует, потому что не каждый раз хочется что-то там переиграть, не дай бог, да. Отодвинуть стополь, снять, или то внестись, или усредниться. О, перевернуться, да, потом, ой, зачем же я это делал? Лучше бы я в деревне сейчас. Да, да. Поэтому, ну, все-таки, если отбросить эту идею, то мне кажется, что сейчас нужно дождаться того, как будет развиваться ситуация в США, потому что это индикатор. Куда пойдут от текущих уровней, фактически надо подождать, два дня, мне кажется так. Дальше либо это будет подтвержденный пробой вверх, либо это будет откат вниз. Соответственно, на откате вниз у нас просто подбирать тот же самый «Газпром». Уже по 103, да? Да, да. Можно подбирать ГМК, потому что, в принципе, уровни проверенные, вроде бы, уже. По крайней мере, по ГМК уровень, да, четко видный уровень. И, на мой взгляд, еще очень, очень сейчас неплохая становится идея, это Уралкалия. Вот этот район поддержки в районе 214-212 рублей. Как раз то, что нужно. И если будет ослабление рубля, это хорошо. Если будут высокие цены на зерновые, а судя по плохому урожаю в Китае, скорее всего, цены будут высокие. То есть тут ситуация двойственная, ну, по крайней мере, заказы, ой, не заказы, а формирование контрактов на следующий год идет. В принципе, надо смотреть за спотом. Тут, может быть, мне кажется, что может быть очень хороший подъем цен контрактных. И как раз таки вот Уралкалий может стать одной из фишек вот августа-октября, вот скажем так. Поэтому вот, в общем-то, на самом деле все. Потому что все остальное — это длинные позиции в энергетике, это ФСК, это сети, это отдельные сбыты и это отдельные дочки холдинга бывшего. Вот и все. Но, опять же, можно сказать о МРСК Северного Кавказа, например, да? Сколько там сидеть? Очень долго можно. Понимаете? Поэтому или МРСК Сибири. ОГК-2 очень хорошая идея, особенно если брать ее с прицелом под IPO в целом «Газпром Энерго Холдинга» с переводом на единую акцию всех его подразделений, ТГК-1, МОСЭнерго, да? Планы такие есть, да? И вроде бы даже есть ориентир, 15-й год. Но вот просто честно надо себе ответить, я готов сидеть в ней столько-то лет, хотя бы даже год или нет? И поскольку большинство ответит «нет, не готов, я буду переторговываться», все в это упирается. Откладываем, значит, ее, да? Богдан, летние идеи. Кстати, извини, заговорили мы о возможностях движения рубля, если рубль будет падать, если рубль будет укрепляться. Вот два слова буквально по этому поводу. Еще раз напомню, 32.43 текущая котировка пары доллар-рубль, ну и если мы озвучивали какое-то время назад поддержку 32.50, ну можно сказать, что пробита она, да? Что ждать дальше, Богдан? В течение за последнее время рубль сделал три волны двухрублевых, вернее, доллар сделал три двухрублевых волны вверх, вернее, две двухрублевых волны вверх с последующей коррекцией на рубль. Последняя третья волна не дошла 15 копеек, остановилась там 3.35. Нет, по памяти. К сожалению, графика рубля нет. Пытаюсь понять. На этот анекдот про Чапаева относительно памяти. Собственно, и оттуда вот пошла коррекция, в принципе, практически цель коррекции выполнена, то есть коррекция на рубль это 32.35. Рубль практически... Извини, вот я, наверное, увидел то, о чем ты говоришь. Итак, первая волна, это минимум апреля где-то в районе 30.80, хай был 32.50. Вот 2 рубля, предположим, да? Дальше идет коррекция 32.50, 31.50 рубль. Дальше рост очередной 31.50, 33, ну, сделали 40, там, не доход, да? Это вот, значит, следующая волна. И сейчас у нас 33.40, 32.40 рубль потерял как раз в результате коррекции. Об этом речь-то, да? Да. Ну, здорово. А ты специалист по волновой теории? Нет. Нет? Просто так называешь это, да? Ну, да. Не, ну, как бы волна, она и волна, она и есть волна. Она, да, и в Африке волна. Просто как бы волновая теория это илиот, это... Кстати, опять заговорили о летних инвестиционных людей. Волны вспомнили, прибой, море, волны. Не, ну, просто я тоже с кем-то общался в чате рейтерсовском. Пишу, волна. Тоже по-рублему пишу, волна. Он говорит, ты что, илиотом занимаешься? Ну, сразу же ассоциация, да, волны илиот. Да, здесь просто фактически, здесь волны, волны, это практически одинаковые по размеру. Есть такой метод, называется методом измеренного движения, что следующая волна, она равна предыдущей. Вот, собственно говоря, вот по этому методу, вот этот график, он практически прошел. Прошли все три волны. С некоторым там недобух. Ну, бог с ними с волнами. И так, вот смотри, с нынешних уровней. Я боюсь, что отсюда мы можем новую волну вверх. Все-таки ослабление рубля. Да. Ну, здесь при этом консолидацию не исключаю, но дальнейшего укрепления рубля я пока не вижу. Поэтому рост отсюда доллара по отношению к рублю, на мой взгляд, более логичен. Тим, ты как на рубль смотришь? Ну, я примерно так же согласен. Ну, грубо говоря, цель у нас до конца года. Да, этот диапазон сейчас уже получается 31,8, 32,5. Но мы в него вошли. Честно говоря, я не думаю, что ЦБ будет сильно ставку снижать. Я думаю, хорошо, если до конца года мы индикативно увидим снижение полпроцента. Все. То есть с этой стороны какого-то давления на рубль не будет. А выход Минфина в августе на рынок? Выход Минфина в августе на рынок плюс то, что выйдут на рынок российского корпоративного долга нерезиденты, да, через Евроклир и Перстрим повысит спрос на рубль. Поэтому вот здесь может быть интересная ситуация. Я думаю, что мы, если вот не реализуются три моих, да, вот эти вот негативных пункта, то мы уходим под 32. Но вот какого-то там движения там... Гигантского. Да. К 30... К 28, да. Такого просто не вижу на чем, да. Если будет какая-то сырьевая волна растущая, опять же сразу на чем, не на чем. Это, грубо говоря, в этом году это не может реализоваться. Это может реализоваться в следующем году, если мы увидим восстановление мировой экономики. На чем, опять же, не очень пока понимаю. Да. Я понял. Ну и заканчивая обсуждение графика, действительно, ход вниз в район 31.80, это линия тренда восходящего, если смотреть на пару доллар-рубль и то, что вот Дима сейчас озвучил эту цифру, по 32.31.80, вот это следующая вот такая глобальная уже, получается, поддержка. Вполне возможно, что ниже-то, конечно, мы и не увидим. Не увидим. Так, Богдан, хорошо, значит, к летним идеям вернемся. Ну, как я уже сказал, рынок-то у нас не идейный, а спекулятивный. Вот. Сейчас текущий отскок, конечно, если кто держит, то держать надо, потихоньку подтягивать стопы, потому что в любой момент может уйти все, уйти все в обратную сторону. Вот. Если вот смотреть чисто по индексу МВБ, да, смотрите общий рынок, то здесь все, конечно, очень неплохо. То есть индексу удалось пробить свой нисходящий тренд, там, начинающийся в январе, начавшийся в январе 2013, этого года, 2013. Но здесь, во-первых, нужно подтверждение. С одной стороны, вроде как подтверждение было, потому что тренд вроде протестировали сверху и пошли дальше. С другой стороны, переписать уровень 1450 было бы неплохо для подтверждения, потому что, что называется, обновить локальные максимумы последних, там, двух-трех месяцев. Конечно, сейчас по... Во-первых, если мы пробиваем там уровень 1420 по МВБ, то вот стопы где-то вот в этот район, да, и подтягивайте в случае разворота, иначе начало снижения, конечно, закрывать, я думаю. Я понял. Спасибо. Сейчас еще раз прервемся новости, послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, время, время, да, неумолимо, 10 минут осталось у нас. Мы, как всегда, в студии сухого остатка сейчас обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках и ищем летние инвестиционные идеи. Богдан Зварич, независимый эксперт, Дмитрий Александров, начальник отдела антических исследований инвестиционной группы «Универкапитал» сегодня в студии. Ну и, Богдан, вернемся к поиску идей. По бумажкам ты обещал еще, да, пройти? Ну, по бумажкам, собственно говоря, есть действительно пара сильных бумаг, но тут вопрос на самом деле достаточно спорный, потому что Лукоэлл в последнее время очень сильная бумага, она стоит фактически сентября под уровнем уровня до 2000 пунктов, был уход вниз. То есть, ну, там коридор 1850 до 2000. И благодаря тому, что инвесторы покупают, имеется в виду владельцы, владельцы компании, собственно говоря, продолжают покупать бумагу с рынка, она держится очень неплохо. Но и мы видим, что отскок в ней тоже очень неплохой. Ушли на 1800 и очень быстро восстанавливается к уровню 2000. Поэтому здесь брать, брать, не брать, на самом деле очень опасно, потому что выше до 240-250 бумага не уходила. В мае был прокол, но он был буквально. Прокол. Проколом он и остался. Вторая сильная бумага — это банк. Тоже была попытка фактически пробоя восходящего тренда от сентября позапрошлого года. Прокололи, ушли на 90. И опять бумага достаточно неплохо восстанавливается. Здесь можно попробовать поискать. Но опять же, я говорю, это не инвестиционная идея. Это идея скорее спекулятивная. Потому что уровень 110 не дает бумаге уйти вверх уже там очень продолжительное время. Если посмотреть даже фактически коридор 65-110, да, и из этого коридора бумага не выходит. Если тут, если посмотреть на картину, то скорее здесь можно ждать даже ухода к 65-ти. Да, тут реально мат ожидания. Вот такой вот как бы заходы сейчас, если далеко посмотреть, оно скорее, так сказать, минус 4 плюс 1, да. Потому что если мы посмотрим там начало 11-го года, достаточно долго стояли как раз под уровнем 110. Три вершины было под этим уровнем. Сейчас как раз Сбер рисует третью. А после этого был как раз уход к августу 11-го года к уровню 65 рублей. Будет сейчас текущая картина. Опять же, то есть потенциал роста достаточно маленький. Потому что при подходе к уровню 110, конечно, нужно будет закрывать ланги, если они будут на тот момент. Ну а все остальное по большей части. Вот Норильский никель стоит над, мы его сегодня уже упоминали, над уровнем 1400-1600. Опять же, достаточно достаточно серьезная поддержка. Но если она будет пробита вниз, я думаю, что бумага может полететь очень хорошо в район там вплоть до, чуть ли не до 3000. Вот. Но здесь, правда, можно сделать что? Можно купить и поставить стоп под локальным минимумом, под июньским минимумом. Но опять же, стоп получается далеко. Здесь практически 10-ти процентный стоп. То есть объем позиции должен быть очень маленький. Риски великовато. Да, риски великовато. Поэтому позиция должна быть маленькая. Ну, про Газпром говорили уже. Да. Сейчас лучше, если кто торгует, сейчас опционами может начать. Очень интересно торговать. Потому что сейчас не сильно высокая волатильность. И как раз-таки вот подходя ко всем этим триггерным пунктам, да, она, по крайней мере, волатильность расти будет. Поэтому, если вы не ждете сильного роста рынка, соответственно, вы продаете, да, продаете бабочку, если вы ждете какого-то движения на рынке, да, соответственно, покупаете. И уже хотя бы от этого можно, ну, вот знаете, как я говорю, если руки чешутся, то лучше вот это. Потому что, по крайней мере, на росте волатильности есть хорошие шансы не потерять ни там, ни там на накупленных, да, позициях. Поэтому вот. Но это только для тех, кто хотя бы раньше уже хоть немного торговал. Да, потому что начинать опционами. Нет, да, действительно. Особенно начинается продаж опционов. Непростая история, естественно. Вроде бы это хорошая тема, продавать опционы. Так и надо. Это продажа страховки, да, но тут надо очень хорошо посчитать уровни. Очень хорошо контролировать, собственно говоря, риск. Конечно. И сразу, вот если, это как раз-таки ситуация, когда если что-то пошло не так, надо закрывать. — Еще одна, и опять же, не идея. ВТБ фактически стоит, когда весь рынок отскакивает, ВТБ фактически стоит на месте. После того, как был пройден уровень там 5,05 копейки. — Там сложная, да, котировка очень. — Фактически вот он как-то на 4,7 копейки ушел. Так там и стоит. — Причем уверенно, да, консолидируется очень долго. То есть вроде бы очевидно, да, что будет приток или будет, условно говоря, сигнал, да, и эта бумага вырастет на, к минимуму на копейку за несколько дней, за неделю. Но вот сколько его ждать, когда он последует, когда придут госденьги очередные, да, которые, в принципе, обещали еще в мае прошлого года, что они должны уже были зайти к концу прошлого года, да. Нету их. Хотя это очевидно, естественно, идея на участие в росте за счет прихода этих денег. Очевидная идея. Но здесь, абсолютно непредсказуемые сроки. — Да, Богдан, значит, смотрите, еще валютный рынок я хотел бы обсудить. Ну, имеется в виду глобальный рынок, на примере евро-доллара, который сейчас стоит, напомню, 1,3130, ну, плюс-минус там, не важно. Вот. Что, Богдан, что ты видишь с точки зрения валютного рынка? Ну, каких-то, может, глобальных идей или опять спекулятивных? — Ну, на часах, если вот посмотреть часовой график, сейчас очень интересная картина. Был рост вот как раз там. Сначала, он начался еще 10-го числа, 10-го июля. 11-го был выстрел. — Ну, после известных событий. — Да, на словах Бернанке. Потом снижение, консолидация. Фактически по тому самому методу измеренного движения, да, если вдруг евро пробивает текущий максимум, а максимум стоит 1,32, то это фактически следующая цель, ну, 1,34, там, с хвостиком, 1,34,20, где-то вот так вот. Вот такая идея. Но опять же, стопы стоят где-то в районе 1,30. — Ну, а если глобально посмотреть, я имею в виду, с фундаментальной точки зрения, ты все-таки больше к чему склоняешься? К росту евро против доллара или, наоборот, к его падению? Ну, и на ожиданиях вот, условно, там, сворачивания, не сворачивания к уе, или там проблем еврозоны, если они обострятся. — Ну, я скорее больше к такому буквику. — Да, диапазон. — Я выбираю средний диапазон, именно потому что будут меняться два события ключевых и в Европе, и в США. При этом, в принципе, фигура была очень хорошая фигура, такая медвежья по паре евро-доллар в пользу резкого укрепления доллара, да, с пробоем серьезным, там, в общем, к району 1,24, да, этого не случилось, фактически фигура голова-плечья, да, сломано, поэтому, грубо говоря, по теханализу, боковик, да, очень сильная поддержка, уже подтвержденная, возникла. Ну, все-таки, скорее, здесь не техника будет играть роль, а фундамент, да, фундамент, он вот эти два очень важных события соединяет фактически в сентябрьские выборы, да, которые начнут отыгрываться еще раньше, и куе, которая будет отыгрываться постоянно. Кстати, сегодняшнее, я так понимаю, выступление все-таки, наверное, точку-то не поставит, окончательно. Нет, конечно, нет, конечно, еще будет заседание ФРС до выборов в Германии еще одно, и тоже будет, естественно, ключевым, и может быть, даже поворотом, как обычно. Как обычно, да, анонсируется. Поэтому здесь, скорее всего, будет вот такое волатильное движение в диапазоне. Вот, наверное, все. Наверное, все. Потому что здесь очень важный момент, мы, в общем-то, рынок был готов идти на 1,24, да, судя по разговорам, по настроению, да. Очень важной сыграла, наверное, роль, очень важную сыграла роль активность, значит, ЕСМ, да, по выкупу на долговом рынке европейском. То есть мы видим, что сейчас все скандалы, все проблемы там с исполнением бюджета, правительственные скандалы очень хорошо купируются на долговом рынке европейском. Потому что Португалия там творится непонятно что, Испания тоже, но доходности стоят у Португалии даже не выше 7, да. Мы помним, что в том году уровень 7 был для Италии мечтанием, там, пределом мечтания, да. Поэтому здесь вот это давление на евро снято, и это очень очень хорошо, потому что раньше любая информационная какая-то волна, она сразу же очень сильно влияла на соотношение евро-доллара. Сейчас это очень здорово прилетит. Я понял. Богдан, ну и давай последний, у нас там 4 минутки осталось, последний инструмент, да, последний актив обсудим, это золото, если ты не возражаешь. Конечно, как поведет оно себя, да, нащупало ли оно там какую-то долгосрочную поддержку в районе 2000, ну, чуть ниже 1180 и после этого. Кстати, опять, если мы уж сегодня так активно обсуждаем технический анализ, читал я кого-то из коллег, сегодня ли, вчера ли, не помню. И он предложил, вот этот долгосрочный, если график рассмотреть, предложил, да, весь восходящий тренд обнаружить на его вершине, точнее, разворотную фигуру, двойную вершинку. И, в принципе, она отработана, если, опять-таки, отмеренный ход, величина фигуры от уровня пробоя, вот как раз тютелька в тютельку, причем. В 1200, да, в 2180 как раз сделали. Все, сейчас отскок мы видим последние, да, несколько недель и уже 100 долларов за унцию практически. Ну да, отскочили. Отскочил от этого уровня, ну и что ждать дальше, как ты думаешь? И опять, кстати, наверное, связывать надо, да, с QE3. Да, это безусловно, потому что, ну, опять же, да, вот отскок есть, а трендов вверх пока, кроме как краткосрочных, не наблюдаются, поэтому, если вот так вот, опять же, если мы говорим об инвестиционных идеях золота, то уже, то, что называется, рановато, потому что нам надо бы дождаться пробоя хотя бы вот тренда, который берет свое начало там вот от мартовских максимумов, а он как раз где-то вот сейчас золото, золото примерно к нему и подошло. Если будет дальнее, то есть, если вот сейчас мы услышим позитивные слова от Бена Бернанки по поводу того, что, ребята, не переживайте, с QE3 все будет хорошо, я думаю, что это даст очень серьезный повод для отскока по золоту и очень-очень серьезно стимулирует спрос. Соответственно, мы увидим такой, мы можем увидеть более серьезный отскок где-нибудь в районе, наверное, 1500. Ну и, конечно, у нас есть такая достаточно, достаточно серьезное сопротивление в виде уровня 1550. поэтому ждем, что называется, ждем Бена и, к сожалению, опять же, можно констатировать, что все идеи, к сожалению, спекулятивные, а не инвестиционные. Ну, а если все-таки, да, попытаться инвестиционную надею в золоте найти, нет ее сейчас, думаю? Инвестиционную не очень вижу, честно говоря, потому что слишком много новых проектов в планах, слишком высокая у них себестоимость, поэтому это, с одной стороны, поддержка, да, с другой стороны, не видно рост спроса, его не может быть. Понимаете, если у нас под угрозой роста Китай, то какое, извините, к черту, за выражение золота, да, что Индия одна остается, так она то дает хорошие данные по закупкам, да, то плохие, поэтому не получится. Соответственно, как такой хеджирующий актив против, скажем, рублевой гиперинфляции, да, при самом негативном сценарии, но не более того, это для нас, ну, грубо говоря, для фондового рынка, да, или для людей, которые смотрят, что купить, Уралкалий, или фьючерсы на золото, или фьючерсы на РТС, да, это слабое обоснование, явно, поэтому не вижу пока фундаментальных причин для, условно говоря, для подъема к 1800, или даже к 1550 фундамента нет. Я понял. Хорошо, хорошо, ну что ж, что там, минуточка осталась, два слова буквально, да, чем все-таки вы рекомендуете заниматься нашим слушателям летом-то, может быть, ждать. Не надо мудрить. Отдыхать и учиться. Отдыхать и учиться. Кстати, хорошее время, да, вот, например, по рекомендации Димы можно освоить торговлю опционами, да, пока и рынок. Хотя бы теоретически. Теоретически, да. В принципе, рынок позволяет сейчас, да, хорошее время. Привести с пользой, да, оставшиеся эти несколько недель. Полтора месяца. Полтора месяца осталось-то, да. Рынок облигаций посмотреть. Поймал себя на мысли, что... Фьючерсы на облигации федерального займа, например. Для розничного инвестора даже, пожалуйста. То есть, во всеоружии подойти к осени, еще раз повторяю, полтора месяца всего осталось лет. Спасибо, друзья мои. Дмитрий Александров, Богдан Зварич. Сегодня были в студии Сухого Остатка. Мы, собственно, занимались поиском летних инвестиционных идей. Ну, были они найдены и озвучены, и слава Богу. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.